Райан Рейнольдс, Галь Гадотт и Дуэйн Скала Джонсон – серьезный звездный состав, не так ли? Но кто же будет на вершине в конце фильма Netflix «Красное уведомление»? Давайте разберемся. Дуэйн Скала Джонсон получил главную роль в экшен-комедии, в которой его герою, специальному агенту Джону Хартли, поручено работать с одним из самых известных в мире похитителей произведений искусства Ноландом Бутом, которого играет Райан Рейнольдс. Они должны работать вместе, чтобы предотвратить кражу трех крупных исторических артефактов ладьей, другой воровкой произведений искусств, которую играет Галь Гадотт. В начале «Красного уведомления» специальный агент Хартли предстает в роли криминалиста ФБР, преследующего Нолана Бута. Выследив его на Бали, Хартли потрясен, когда обнаруживает, что вся его жизнь полностью перевернута ладьей. Подставленный за кражу первого яйца Клеопатры Хартли попадает в тюрьму в России, где делит камеру с Бутом. В тюрьме Хартли и Бут сближаются, из-за общей травмы, полученной в результате плохих отношений с отцами. Впоследствии Хартли вынужден объединиться с Бутом, якобы для того, чтобы восстановить доброе имя бывшего агента ФБР и помешать Ладьезе получить все три яйца, которые в комплекте стоят 300 миллионов долларов. Их совместное приключение начинается с дерзкого побега из тюрьмы и в итоге проносит их через весь Рим в Южную Америку. И пускай оба неоднократно говорят друг другу, как они друг друга ненавидят, становится ясно, что пережитый опыт сделал их настоящими друзьями. Но в конце выясняется, что все это было уловкой, выдуманной Хартли и Ладьей, которые все это время были любовниками. Пусть финальный поворот фильма может стать неожиданностью для некоторых зрителей, небольшие намеки на обман Хартли были разбросаны по всему фильму – от неуместного кокетливого танца с ладьей до неожиданной возможности освободиться от ранее не снимавшихся наручников. Во время их приключения Бут узнает, что его отец был одержим идеей найти спрятанные сокровища тайного гитлеровского торговца предметами искусства и антиквариата. К сожалению, по неизвестной причине отец Бута решил, что его сын несет ответственность за потерю ценных нацистских часов. В результате, как Бут рассказал Хартли в тюрьме, отец не разговаривал с ним более года, и их натянутые отношения привели к тому, что Бут стал вести жизнь преступника-одиночки. По мере развития фильма, Бут и Хартли становятся друзьями. После того, как они вдвоем спасаются от полиции в Южной Америке, Бут готов пожертвовать третьим яйцом, чтобы спасти своего нового друга. Однако после того, как предательство Хартли и ладьи раскрывается, Бут быстро сдает их Интерполу, замораживая перевод в 300 миллионов долларов. – Видишь? Сейчас мы равны. Все, кто потеряет, никто не получает деньги, мы все вместе можем быть друзьями. Затем Бут берет своих новых лучших друзей на задание в Лувр в Париже, которое, как он обещает, предполагает двойной куш и тройное испытание. Честно говоря, все это кажется слишком сложным для человека, который просто хочет завести несколько друзей. В то время как Нолан Бут и Джон Хартли в итоге оказываются совсем не теми людьми, которыми казались с самого начала, Галь Гадот в роли ладьи полностью соответствует тому характеру, о котором она говорит в начале фильма Красное уведомление. Она любит воровать у людей и играючи побеждает Бута на каждом шагу. И пускай фильм не раскрывает происхождение Ладьи так же, как предысторию Бута и Хартли, она делится некоторыми важными сведениями, которые проясняют, почему она стала преступницей. В середине фильма Ладья берет в заложники аналитика разведки и обращается с ним как с безвольным психотерапевтом. Во время их сеанса она объясняет, что у нее тоже было тяжелое детство и что ее отец сделал ее такой, какая она есть сегодня. Далее она задается вопросом, не является ли ее неспособность найти свое место в жизни именно тем, что и мешает ей быть по-настоящему счастливой, и признается, что ей в целом трудно доверять людям. Но события фильма приводят к тому, что она вновь обретает веру в своих товарищей. Когда ей представляется возможность создать команду из трех человек со своим любовником-напарником по искусству и бывшим соперником, она самый первый соглашается. Пусть Хартли сначала не хочет создавать новую команду, именно Ладья в исполнении Гадот убеждает его согласиться. Инспектор Интерпола Урваши Дас, которую играют Риту и Рия, возможно, единственный по-настоящему благородный персонаж Красного Уведомления. В течение всего фильма она старается идти по пятам у главных героев. Она быстро догадывается, что специальный агент Джон Хартли не тот, за кого себя выдает, и преследует трио поклонников искусства по всему миру. После того, как Ладья и Хартли раскрывают местонахождение всех трех яиц Клеопатры, Дас возглавляет команду полиции, чтобы поймать их, срывает свадьбу дочери египетского миллиардера и в процессе арестовывает исполнителя Эда Широна. Но в конечном итоге Дас не удается удержать Ладью, Хартли или Нолана Бута в тюрьме на длительный срок. Нам остается лишь надеяться, что заключение Эда Широна станет для нее своего рода утешительным призом. В последний раз Дас видели в фильме, рассылающий три красных уведомления, в надежде поймать печально известных похитителей произведений искусства, о которых и идет речь в центре фильма. Яйца Клеопатры выполняют роль Макгаффина в красном уведомлении. Охота за яйцами Клеопатры начинается в самом начале фильма, когда египетский миллиардер предлагает приз в 300 миллионов долларов в обмен на то, что они будут доставлены на свадьбу его дочери, которую тоже зовут Клеопатра. А яйца разбросаны по всему миру. Первая оказалась в музее в Риме, вторая в частном поместье, а третья в давно забытом бункере в Южной Америке, наполненном нацистскими реликвиями. И пускай не говорится, что происходит с яйцами после того, как инспектор Дас обнаруживает их в Египте, можно предположить, что они попали в какой-то музей. Надеемся, что в этом месте они будут защищены лучше, чем в своих предыдущих хранилищах. И пускай яйца и похожи на настоящие артефакты, они полностью вымышлены. В интервью изданию The Rap продюсер красного уведомления Хирам Гарсия даже рассказал о том, как его позабавила способность режиссёра Роуссона Маршалла Тёрбера одурачить людей такой правдоподобной вымышленной историей этих предметов. Гарсия рассказал, «В конце обсуждения всегда звучал один и тот же вопрос, я понятия не имел обо всей этой истории с Клеопатрой. И он всегда шутливо отвечал, «О, я просто всё это выдумал». У них настолько хорошо продуманная предыстория, что вы легко поверите, что они были настоящими. Но нет, они полностью вымышленные. Просто забавная идея, которую он сам придумал». Принимая это во внимание, можно только представить, какие ещё вымышленные сокровища могут существовать в мире красного уведомления. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про интересные новинки, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!